В Лан-Удэ на полтора часа встали трамваи, из-за чего лан-удэнсы опоздали на работу. Ужасный холод в квартирах. Жители ПВЗ жалуются на бездействие управляющей компании. Главное за день. Сгорел грузовик, запретили телефоны в школах и запуск онлайн-повесток в армию. Это же не жизнь. Куда переселят жители из центра Улан-Удэ? Я даже об этом не думаю. Я думаю, господи, дожить бы до завтра. Начну с понедельника. Свежий выпуск Улан-Удэ лайв. Всем привет! Вы смотрите новости на АТВ в студии Илья Балханов. В Прибайкальском районе накануне сошла лавина. Снег завалил дорогу. Никто не пострадал. В единой диспетчерской службе отметили, в районе уже несколько дней продолжаются снегопады. Тем временем в двух селах Кягтинского района перешли на режим повышенной готовности. Всему виной выход наледных вод. В селе Кударас-Амон под угрозой подтопления четыре дома. А в селе Ара-Алцагад затопить может 14 придомовых участков. Сотни горожан сегодня наверняка опоздали на работу. В Улан-Удэ на полтора часа парализовало движение трамваев. Все из-за сбоя на электроподстанции. Подробнее расскажет Алина Котова. Восемь утра. В Улан-Удэ встали трамваи. Центральный диспетчер уточнил – нет электроэнергии. Позже стало известно – в центре города была обесточена тяговая подстанция номер один. Она обеспечивает электричеством контактную сеть от Балтахинова до 50-летия октября. Улан-Удэ пришлось добираться до работы и учебы с вынужденными пересадками. Ждал 10 минут после отключения. Потом ждал нужный автобус полчаса в мороз. В итоге опоздал на пару. Я ждала трамвай 20 минут на холоде. Время простоя составило более полутора часов. Движение восстановили в 9.19. Долгое время аварийные бригады МРСК «Сибири» пытались подать напряжение, но безуспешно. В итоге контактную сеть подключили к соседним подстанциям. Так как нагрузка на соседние подстанции возросла, вынуждены сократить подвижной состав на линии с 48 вагонов до 33. Вагоны остыли, и, к сожалению, мы не можем сразу включить отопление на полную мощность для избежания перегруза сети. После трех часов дня все вагоны вернулись на линию. Напомню, на прошлой неделе в Улан-Удэ уже были проблемы со светом. Тогда в сотых кварталах произошла крупная авария на сетях. Без электричества остались более двух тысяч жителей, школа и детский сад. На восстановление потребовалось больше суток. По словам энергетиков, причиной аварии стала высокая нагрузка на линию. Алина Котова, телекомпания АТВ. Коммунальный коллапс в Октябрьском районе устраняли больше суток. Напомним, накануне тысячи людей весь день сидели без горячей и холодной воды. А где-то и без отопления. Все из-за обрушения правой нитки трубопровода на острове Спаский. Весь вчерашний день и всю ночь сотрудники водоканала устраняли аварию на трубопроводе. Сначала во всем Октябрьском районе пропала горячая вода. А позже в сотых кварталах в районе Комушки и Зверосовхоза отключили и холодную. Подачу воды запустили только в 11 часов вечера. Однако у многих жителей района Кутрона так и не появилось. Отработаем точечно. Во всем 102-м нет воды ни горячей, ни холодной, кроме садика и школы. Всем доброе утро. Нет в 115-х, 117-х кварталах. А горячая линия на автоответчике. Еще и отопление на улице Дашиева отключили. Для проведения ремонта на трубопроводе систему водоснабжения освободили на 6 тысяч кубометров воды. Это примерно 100 железнодорожных цистерн. Система водоснабжения рельефа города такова, что вода потребителям сотых кварталов подается по водоводу диаметром 1000 мм от станции водоподъема до резервуаров, расположенных наверху горы микрорайона Комушка. То есть на некоторых участках в сотых кварталах воды не было из-за низкого давления в сети. Сегодня с 7 до 9 утра после запуска на горячую линию водоканала поступило 10 звонков от управляющих компаний. В единую диспетчерскую службу со слов пресс-службы водоканала никто не обращался. Телефон многоканальный. Диспетчеры отвечают на звонки. Заполнение системы продолжается. Для того, чтобы прокачать такие объемы воды, нужно время. Здесь уже технический фактор играет большую роль. К 12 часам у жителей сотых кварталов появилась холодная вода. В течение дня подали и горячую. Аварию в Октябрьском районе устраняли больше суток. Отметим, нитку трубопровода, где произошла авария, построили в 1984 году. В 2018 она уже ломалась. Тогда без воды остались более 100 тысяч человек. Дарья Белева, телекомпания АТВ. Жители ПВЗ уже намерены переехать из своих квартир в подъезд. Дело в том, что радиаторы в подъезде горячие, а в квартирах еле теплые. Максимум, который делает управляющая компания, ходит по квартирам с измерительными приборами и составляет некие акты. Дошло до того, что люди предлагают руководству сантехсервиса, это название управляющей компании, переночевать в их квартирах. Подробности прямо сейчас. Я болею, да, у меня холодно сильно прям. Вот у нас эта квартира более-менее, та квартира моя угловая, очень сильно холодно вообще. Я заболела в этом холоде живу, а уже силы, здоровья нет. В прошлом году я тоже обращался, понял, что это бесполезно, никакой реакции. Придут, замерят, ой, у вас тут это. Жители дома номер 21 по улице Октябрьская замерзают в своих домах. Последние недели у Лан-Удэ душат аномальные холода, а тут радиаторы в квартирах еле теплые. И это при том, что в подъезде батареи буквально накалены. Мы вообще ходим в караулы, вот примерно хотя бы такие будем в ухе. Там вообще не работает, а здесь она горячая. Ну, вообще прямо обжечься можно. Вот только зачем мы подъезд отапливаем. Может там переселяться, сюда жить. Судя по горячим и радиаторам, в подъезде ТГК выполняет свою работу исправно. Поэтому, скорее всего, дело в доме. То есть за холод в квартирах отвечает управляющая компания. Звонишь им, они приходят со своими вот этими тепловидорами. Они причем стараются мерить вот это у меня угловая комната, тут вот холодная стена. Они мерят вот эту смежную. Ты бы взять просто на сутки оставить в комфортной температуре, 18 градусов, как они считают. Я даже готов им комнату выделить, да, и пусть они поспят в майке и в трусах, в плавках точно. Ну, и посмотрим, как они утром там очнутся. Пока люди закупаются таблетками, ответственные лица думают, что все под контролем. Дом находится под крылом управляющей компании «Сантехсервис». Вы скажите мне, а от этих актов людям теплее в квартирах? Мастер, который замеры делает, его сейчас нету, понимаете. Я вам сейчас даже ничего сказать не могу, я по электроснабжению. Люди мерзнут в квартирах, зато в «Сантехсервисе» составляют акты о замерах температуры. Управу на управляющую компанию может найти только надзорный орган. В случае нарушения своих прав жильцы многоквартирного дома по улице Октябрьская, 21 могут обратиться в управление муниципальной жилищной инспекцией администрации города Улан-Удэ. Через сайт ГИС ЖКХ, либо на электронную почту МЖИ, или оставить письменное обращение по адресу улица Бабушкина, 25. Дело в том, что МЖИ работает только по обращениям жителей. Так что немного бюрократии и, возможно, надзорный орган поможет людям вернуть тепло в их квартиры. Илья Балханов, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. О других заметных событиях расскажем в главном за день. Бедолага. В Улан-Удэ на улице Воровского этим утром загорелся грузовик. По сообщениям очевидцев, внутри были продукты. В МЧС отметили, пострадавших нет. Сейчас дознаватели выясняют причину пожара. Пенсионеру вернули похищенные со счета 60 тысяч рублей. Для этого пришлось обратиться в прокуратуру. Вопрос решался через суд. Первая инстанция отказала, а вот Верховный суд Республики нет. В итоге, помимо похищенной суммы, пенсионеру также компенсировали моральный вред в 45 тысяч рублей. Осенний призыв в 2024 году пройдет с использованием электронных повесток. Такое поручение Минобороны дал президент Путин. Единый реестр воинского учета появился 1 октября этого года. Также президент подписал указ о запрете использования мобильных телефонов в школах. Ученики обязаны сдать их перед уроком. Единственное исключение для их использования – опасность для жизни или здоровья. Депутатам Госдумы перестанут оплачивать бензин, если они ездят на иномарках из недружественных стран. С 1 января компенсировать топливо будут только за машины отечественных производителей. С 1 января перелет до Нижнеангарска или Токсимо из Улан-Удэ обойдется дешевле. Цены вы видите на экране. Правда, есть нюанс. Приобрести их по льготной цене можно только в кассе. Онлайн их купить не получится. С 22 декабря на Лоноденском маршруте номер 27 изменится расписание. По будням на линию будут выходить не два, а три автобуса. Отметим, по выходным расписание остается прежним. График вы видите на экране. Сейчас будет короткая реклама, не переключайтесь. Вот что вы увидите во второй части выпуска. Это же не жизнь. Куда переселят жители из центра Улан-Удэ? Я даже об этом не думаю. Я думаю, господи, дожить буду завтра. Начну с понедельника. Свежий выпуск Улан-Удэ лайв. В абсолют Новый год, Новый год пришел. Форель, свежемороженое. Всего 499 рублей за килограмм. В абсолют Новый год, Новый год пришел. Мороженое 48 копеек. Всего за 255 рублей. 25 и 30 рублей. Плата за проезд в общественном транспорте останется прежней. Пока. На прошедшей сессии Горсовета Улан-Удэ вопрос о повышении платы не рассматривался. В администрации города отметили. Будут искать другие варианты финансирования совместно с правительством республики. Отметим, повысить стоимость хотели на 3 рубля. Последнее повышение было на 5 рублей в начале этого года. Почти тысяча Улан-Удэнцев уже через 7 лет сменят место жительства. Речь о жителях исторического центра города. Накануне они встретились с представителями мэрии. По программе КРТ создана целая команда. Она так и называется. Команда по переселению. Их цель помочь максимально безболезненно переехать в новое жилье. Наш корреспондент Антон Симонов тоже присутствовал на собрании. Что предложили Улан-Удэнцам узнаем далее. Я пошла к президенту Чемодогоеву. Что дайте одну квартиру, одну комнату. Я тогда была молодая, еще 30 лет было. Можно было сразу долго с тобой просить. А мне какую дали, я от радости сюда и приехала. Вот все говорили, потом вас снесут. Года два, ты проживете, вас снесут. Однако Галина Прокопьевна вместе с тремя детьми ютилась в однушке на Банзарова. Десять почти полвека. Три года назад ее дом все же признали аварийным. Ждали, ждали. Вот видите, уже до чего сейчас дошло. Что сейчас уже щели, все упало. Печи разваливаются, все разваливаются. Жить вообще невозможно. Отсидует, как от соломы. Что соломи на стенах, что наши. И вот я соседей уже замерзаю. Сейчас я некоторое время уехала на Бабушкино, пожить хоть и отогреться. Топлю, топлю. 11-13, там остаюсь 6-7 градусов на отожжение жизни. Галина Прокопьевна и ее соседи с улиц Банзарова, Смолина, Кузнечной и Свободы попали в первую группу программы комплексного развития территорий. Казалось бы, первой и выбор должен быть больше. Но на деле большой вопрос. Жилые дома на территории КРТ появятся не сразу, а куда тогда переезжать? Вот эта территория, которая будет первая под застройку, но она будет под застройку не жильем. У нас на следующий год нам подтвердили финансирование из федерального бюджета на строительство школы на 760 мест. Нет, был же разговор, что мы можем подождать там, допустим, два года, да? Есть же такой вариант или уже нет его? Вот именно для первого пятна пока еще нет предложений. Мы вас не можем куда-то временно переселить. Мы вас временно не переселяем. Переселяем вас, именно уже предоставим вам в собственность другую квартиру или покупную стоимость. Если мы не хотим за, мы хотим на этом же месте. И вы нам это обещаете. Мы понимаем, что вы жили в центре, ожидаете проживания в центре. Мы эти варианты сейчас все прорабатываем. И индивидуально с каждым будем этот вопрос решать. Я думаю, мы везде достигнем точек соприкосновения. Ожидания людей можно понять. Чиновники изначально заявляли оставить всех на их местах, но в новых домах. Расселять, так сказать, револьверным способом. Это ближе к автовокзалу. Там есть уже части земли, которая свободная уже. Там расселенные дома есть, ну и свободная территория. Наверное, логично было бы оттуда начать строить уже жилье. Первый дом построили. Рядом, допустим, какие-то дома, которые вот еще есть, переселили в этот дом. Там земельный участок освободился. На его месте построили еще дом. Но этот вариант не для жителей 18 домов, где будет школа. Для них остаться в центре под вопросом. На выбор предлагают три варианта. Денежное возмещение. Подбор равнозначного жилья по площади квартиры и по количеству комнат, но в другом месте. И третий вариант. Если люди захотят жилье побольше, то нужно будет доплатить разницу. Первое, что будет сделано, это произведена будет оценка рыночной стоимости вашей недвижимости. По 135-му федеральному закон оценит ваш земельный участок, вашу саму квартиру, места общего пользования. И определится рыночная стоимость, текущая рыночная стоимость вашей недвижимости. Главное, чтобы оценочная стоимость действительно соответствовала рыночной. Люди смогли безболезненно сменить жилье. По плану первая группа переедет в новые квартиры до середины следующего года. Полное расселение в зоне комплексного развития территории закончится в 2029 году. Антон Симонов, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. Центру «Мой бизнес» 5 лет. Все эти годы сотрудники помогают предпринимателям. От регистрации своего дела до предоставления льготных кредитов. Сегодня центр подвел итоги работы и наградил лучших сотрудников. Подробнее расскажет Алина Котова. Ангелине Алексеевне Коноваловой. Центр «Мой бизнес» отмечает пятилетие. За это время он оказал поддержку более 18 тысячам предпринимателей и физлицам. С ними ежедневно работает около 50 сотрудников. Коллектив у нас хороший, добрый, грамотный, коммуникабельный. «Мой бизнес» помогает регистрировать бизнес. Он дает полную консультацию, от чего начать. Потому что у нас большая часть услуг – это субсидированные, то есть бесплатные услуги. Всего таких услуг 140. Одна из главных – это поручительство. За пять лет при участии центра предпринимателям «Бурятии» выдали более 5 миллиардов кредитных денег. В многотысячном списке клиентов и Николай. У него компания по производству утеплителя – Эковаты. Помог нам с рекламой. То есть разная рекламная продукция. Это очень здорово, это такое подспорье, отлично для бизнеса. Помог нам с лицензированием нашей продукции. В частности, пожарный сертификат, санитарный сертификат, сертификат соответствия. Мой бизнес нам помог в приобретении оборудования. Оборудование мы взяли «Лизинг». Без участия центра в последние годы не проходит ни одно крупное мероприятие в республике. Это и российско-монгольский форум, и верхнеудинская ярмарка, и десятки других. После пятилетия мой бизнес сбавлять обороты не собирается. И мы, конечно, в следующем году хотели бы уже с января, с января, начинать активно поддерживать наших предпринимателей. И те, кто сейчас выходит на Новый год, они должны уже задуматься о том, какую именно они поддержку хотят получить. Те сферы бизнеса, которые обладают, наверное, сезонностью, также заблагодовременно должны к нам приходить, подавать заявки. И мы в любом случае чем-нибудь обязательно поможем. Гарантийный фонд Республики Бурятия оказывает несомненную поддержку в плане привлечения кредитов банковских. Это, безусловно, мультирует создание малого регионального продукта с субъектами малого и среднего предпринимательства. Все услуги Гарантийный фонд Бурятии и Центр мой бизнес реализует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Владимиром Путиным. Алина Котова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. «Елка желаний» – это всероссийская акция. За несколько лет уже успела исполнить мечты более 100 тысяч детей. Она проводится для особенных детей. В этом году улан-удэнса могут стать Дедами Морозами для воспитанников детского дома «Журавушка». Как это сделать и кто в зимней акции принял участие, знает Александр Зуев. Акция впервые появилась в 2018 году. За это время 106 тысяч детей со всей страны стали чуточку счастливее. Хотя их жизнь сложно назвать сахаром. Получить подарок могут только дети с ограниченными возможностями, с инвалидностью, сироты, дети из семей участников СВО или из новых регионов России. «Я участвую впервые в этой акции, но без раздумий согласился, потому что, я думаю, в преддверии Нового года все наши ребятишки, они ждут какого-то чуда. И Новый год, наверное, самый волшебный праздник, который и взрослые в том числе ждут, потому что взрослые – это тоже в душе в чем-то дети. И всегда приятно получать какие-то подарки и призы. Ну, я всегда покупаю наличные средства на свои, поэтому, может быть, у кого-то есть какой-то фонд. Но в нашей квартире мы покупаем только за свои люди». В акции ребенок может попросить все, что угодно. Здесь есть просьбы о велосипедах, телефонах, куклах и машинках. А есть желание стать пожарным, врачом или полицейским. Кто-то может просто написать слово «сюрприз», и его исполнитель выберет что-нибудь на свой вкус. Уточнить предпочтение тоже можно. В открытке указан телефон и имя ребенка. «Артем, я играю в «Скарон» три года, мечтаю о снегах. Мне повезло, в одной семье два подарка. Не каждая семья, к сожалению, может купить для детей желаемые подарки. Поэтому такие акции, которые все российские проводятся, позволяют восполнить вот эти желания нашим участием, нашей помощью, и мы очень рады все принимать участие. Сегодня мы все желания детей возьмем в руки, будем исполнять и подарим им радость. А, тут даже брат с сестрой. Тимофей 11 лет, Анастасия 14 лет. Все, принял исполнение. Здесь не только мобилизованы, уважаемые ведущие, здесь все участники СВО, и добровольцы, и контрактники, и кадровые военнослужащие, здесь все. Дети всех участников СВО у нас, кто писал обращения, кто выходил с инициативой. Акция продлится до 28 февраля. Принять участие можете и вы. Для этого необходимо перейти на страницу проекта по QR-коду на экране и выбрать любую заявку. Можно купить подарок или отправить деньги на него организаторам. Решать вам. В любом случае, он дойдет до адресата. Александр Зуев, Артур Зверджевич, телекомпания АТВ. Начну с понедельника новую жизнь. Как часто вы слышали эту фразу о других? А сколько раз говорили так себе? Это одно из самых частых обещаний, которые обычно не выполняются. Об этом наш следующий выпуск «Улан-Удэ-Лайф». Какие цели ставит себя улан-удэнцы и приступает ли к их исполнению, узнавала Екатерина Быкова. Как часто вы говорите себе фразу «Начну с понедельника», со следующего месяца или, может, с Нового года? В этот раз 1 января выпадает на первый день в году. В самое время уже хоть что-нибудь начать. Ну а что вечно откладывают улан-удэнцы и что планируют поменять в своей жизни, узнаем прямо сейчас. Молодой человек, молодой человек, молодой человек. Доброе утро. Лан-Баттер. Из Лан-Баттера приехали. А здесь что делаете? Требель. Как часто вы себе говорите фразу «Начну с понедельника»? Каждый день. Всегда. Каждое воскресенье. Про тренажерку я почти всегда так говорю. Какие дела, например, можно отложить на понедельник? Не знаю. Смотри, какие у тебя есть дела. Зачеты? Да, зачеты. Мы вам настроение испортили, да? Разбудили вас? Наспугались просто. Кстати, вот Новый год начнется с понедельника. Все в курсе, да? Пока нет. Просто хочу жить, наслаждаться жизнью. Тренироваться больше, наверное. Да, там, правильное питание, все такое. Вы так далеко не планируете? Да, далеко не планируем. Главное зачеты сдать, и все, и жизнь прекрасна. Я даже об этом не думаю. Я думаю, господи, дожить бы до завтра. Я хочу с Нового года взять тебя в руки, набраться смелости и пойти учиться в автошколу. Как бы есть планы, но я не знаю. Не готов с вами с ними делиться. Мы как-то выглядим нерасполагающе, да? Нет, почему? Пойти в тренажерный зал на права, не знаю, начать какое-то дополнительное саморазвитие. Может быть, спать, ложиться пораньше, просыпаться пораньше? Нет, меня, конечно, поймали вовремя вообще. Враспол застали вас, да? Да. Переступили уже к чему-нибудь, что откладывали? Видимо, в понедельник. Сейчас начала буквально третье занятие. Хожу еле-еле, вообще ноги прям болят. Здорово, поздравляем. С понедельника все-таки начали? Нет, не с понедельника, а со вторника. Я ничего не откладывал, я сразу все делаю, если хочу. Ну, мне время позволяет просто. Как это у вас так получается? В чем секрет? Поделитесь. Как не откладывать на потом дела? Да я просто не работаю. Новый год – символический рубеж для закрытия старых хвостов и начала новой жизни. Планируйте и осуществляйте свои цели. Осталось всего 10 дней. Ну, а с вами были Екатерина Быкова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. На этом у меня все. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы всегда быть в курсе событий. С вами был Илья Балаханов. Надейтесь на лучшее завтра. До встречи в эфире. Подарите себе нежное путешествие с Абсолютом. До 28 января приобретайте товары и выигрывайте. Разыгрываются 240 сертификатов и путешествия. В Абсолюте 7 пятниц на неделе. Скидки до 50% на мужские шампуни и гели для душа. Чем ждать заказы? Покупай дешевле сразу. Оптика СССР. Вас ослепляют блики и свет фар. Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша оптика СССР. В Улан-Удэ Стальмоз требуется электросварщик, термист, резьбонарезчик, слесарь-электрик по ремонту оборудования, токарь, машинист мостового крана, станочник широкого профиля, наладчик оборудования, слесарь-ремонтник, мастер цеха, машинист компрессорных установок, инженер-конструктор, технолог, менеджер коммерческого отдела, юрист, телефон 505-505, добавочный 105, а также 8-991-426-87-19. Стань частью нашей команды. Продолжение следует...